Ну что ж, друзья, здравствуйте из солнечной Аризоны. Я поехала в горы, думала, что проведу там прекрасное время, как всегда я это делаю, когда у меня есть свободное время. Но, к моему большому сожалению, там весь паркинг лад забит машинами. Людей огромное количество, такое вообще никогда не видела, даже негде поставить машину. И люди просто проталкиваются по этим тропинкам, идут по разным тропинкам, но все равно людей очень много. Я решила, что поеду тогда на озеро, может быть там посвободнее, но, увы, и на озере. На озере еще хуже. Народ валом, велосипедисты и гуляющие. То есть никакого удовольствия от такой прогулки, я думаю, что я бы не получила. Я вернулась домой, оставила машину и вышла на прогулку вокруг того места, где я живу. Значит, что происходит сейчас в данный момент в Америке с коронавирусом, с карантином? Три штата в Америке, это Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния, закрыты полностью, локдаун. То есть оттуда нельзя ни выехать, ни въехать. Вот сегодня утром по новостям передали, что сейчас проверяются все пассажиры, которые недавно прилетели или вылетели из Нью-Йорка. То есть все пассажиры, я так думаю, будут вызываться на осмотр. Я не знаю, как это вообще-то будет происходить, как это будет выглядеть. Ну что, по домам, что ли, будут ходить их вылавливать и проверять, тестировать? Не знаю. Короче, все пассажиры будут проверяться. В Калифорнии еще хуже положение. Там почти что такое, как полувоенное положение. То есть нельзя вообще из домов выходить. Ни на какие-ни на прогулки спортивные или хайкинг в горах. Потому что в Калифорнии очень много трейлов, хайкинг вокруг. И людям все равно не разрешается покидать свои дома. Что происходит у нас в Аризоне? У нас не закрытый штат. То есть выезжать и въезжать можно. Наверное, по этой причине у нас столько много людей, прибывших из других штатов. Во-первых, здесь уже наступает жара. И все думают, что с наступлением тепла коронавирус будет погибать. И таким образом, если у кого-то есть здесь вторые дома, то люди все-таки желают перекантоваться пока здесь. Поэтому народу в горах, народу в парках. Просто такое количество, что еще раз я такого никогда не видела. Но в то же время на улице машин поубавилось. То есть где-то 50, ну, может быть, на 40% стало меньше. Воздух везде чудесный, чистый. Тишина вокруг стоит. Что я хочу сказать? Что вот в это время, когда все мы напуганы, что коронавирус забирает жизни в основном пожилых людей, что коронавирус пришел из Китая. И как-то даже такое показывали по телевизору в самом начале, когда вспышка началась уже в Америке, что люди там в метро, в общественных транспортах, ну, это люди, которых, значит, сдавали нервы, они набрасывались с руганью, скандалили, короче говоря, с людьми азиатского происхождения. И по телевизору, по новостям были призывы, что прекратить это дело, что люди не виноваты, что так вот произошло. Даже Трамп, он извинялся за то, что его тоже обвинили в расизме, что он сказал, что вот Китай принес нам эту заразу сюда, распространил заразу, он обвинял Китая, что вот сейчас такие, значит, мы проходим трудные времена не только в плане здоровья людей, но и в экономическом плане. Но потом он быстренько изменился, изменил свою риторию, но потом он на следующий день уже извинялся, что он не имел в виду то, что... То есть то, что он не обвиняет Китая в том, что произошло, что он сочувствует им и так далее. Но это было в самом начале, значит, вспышки инфекции в Америке. Что происходит в данный момент? На сегодня, значит, утром объявили, что количество заболевших увеличилось на 35% в Соединенных Штатах Америки, что все 50 штатов имеют, значит, людей, заболевших коронавирусом. На сегодняшний день умерших составляет 800 с лишним человек во всех 50 штатах. Теперь вот такая еще риторика. Вчера Трамп заявил на английском языке... Значит, he wants businesses to open by Easter. То есть он хочет, чтобы бизнесы открылись к празднику Easter. Сегодня утром я смотрю то же самое, но только слово wants заменено на would like. То есть мы, вот русскоговорящие, мы привыкли всегда говорить I want, I want, я хочу там это, я хочу то. Но на самом деле это считается немножечко так, как бы, такой, как бы ты request, как бы ты больше требуешь, то есть объявляешь, что ты немножечко push, то есть какое-то давление производишь своим выражением, когда используешь глагол wants, хотеть. Поэтому чаще в Америке используется сочетание двух слов would like, то есть я бы хотел. Так вот Трамп вчера говорил he wants, сегодня он уже говорит I would like, то есть я бы хотел, чтобы бизнесы открылись к Easter. Но поскольку здесь, значит, демократы и республиканцы всегда находятся в конфронтации, демократы утверждают, что нужно сейчас думать не о бизнесах, больше не о экономике, об экономике, а о людях, о их здоровье. И поэтому они долгое время не соглашались подписать вот этот релив документ, то есть высвободить деньги для помощи людям, которые пострадали от того, что сейчас вынуждены находиться без работы, то есть не могут выходить на работу, и им будет выделяться какая-то определенная сумма денег. Опять же, пока непонятно сегодня опять, до этого ничего не говорили, просто говорили, что на householder будут выделяться деньги, то есть на главу семьи. Сегодня сказали, что на тех, кто сейчас не работает, на неработающих, на adult, то есть на взрослых, будет выделяться 1200 долларов, а на ребенка, на каждого ребенка 500 долларов. Но опять же, это неизвестно, на всех будет распространяться, потому что некоторые люди ведь, те, кто находится в healthcare, то есть, ну, кто работает в больницах, кто работает в поликлиниках, кто работает в аптеках, значит, дентисты, они до сих пор ходят на работу, они ведь все-таки рискуют, если, ну, будем относиться ко всей этой ситуации, что на самом деле коронавирус существует, что эпидемия, пандемия существует, вот с этой точки зрения я рассказываю. Ведь люди, которые сейчас ходят и работают, они рискуют своим здоровьем, значит, рискуют, получается, даже своими жизнями, поскольку от коронавируса люди умирают, и получается, что если, значит, они работают, то государство, не знаю, вот это все висит в воздухе подвешенное, это вопрос, будут им тоже выделяться деньги или нет, но они же работают, получается, что они получают зарплату, а те, кто не работает, сидит дома, опять же, не по их вине, они будут получать какое-то возмещение в денежном выражении, то есть, это, опять же, все непонятно, все только начинается, все только решается на уровне правительства, ну, будем, как говорится, посмотреть. Ну, я хочу отметить, что Трамп, он не просто говорит, что нужно открывать бизнеса, что нужно поднимать экономику, что, типа, хватит, нужно возвращаться к жизни полноценной. Нет, его эдвазеры, то есть, советники, медики, доктора, ученые, они утверждают, что сейчас, в принципе, найдено лечение коронавируса, и это лечение очень успешное, они говорят о том, что сочетание плаквенила, это препарат, который применялся, применяется при малярии в основном, плаквенил 200 миллиграмм доза, в сочетании с Z-Pak, азитромаицин, антибиотик, дает очень хорошие результаты при лечении этого вируса, и что можно его назначать, когда человек уже заболел, и даже в качестве профилактики группе, людям из группы риска. Поэтому Трамп говорит, ну вот что, если мы нашли методы лечения, причем они очень успешные, уже опыт, практика показала, что применение вот этой комбинации дает очень хороший исход, значит, что давайте тогда те, которые больные будут заболевать, сразу будем их лечить этими препаратами, мы должны обеспечить все аптечные учреждения, все лечебные учреждения этими медикаментами, и тогда, если какие-то очаги возникают, то есть лечение есть, так что давайте будем уже думать о том, что нам нужно сейчас открывать снова бизнес. Вот такие вот дела. Хочу еще сказать, что я ошибочно не упомянула, что не только лечебные заведения открыты, конечно же, открытые продуктовые магазины. Продуктовые магазины работают везде, не только в открытых штатах, но и в закрытых штатах. Естественно, люди должны не только лечиться, то есть людям должна оказываться какая-то необходимая помощь во время эпидемии, но и люди должны покупать продукты. Продуктов сначала было ограниченное количество, то есть после того, как прошел ажиотаж, скупили люди буквально все с полок, начиная с мясных продуктов. Курицы вообще совершенно не было, курица вся пропала, кончая туалетной бумагой, но это уже как бы даже анекдот такой про туалетную бумагу в мире идет, что была скуплена в первую очередь вся туалетная бумага, но сейчас продукты опять появляются, опять полки начинают заполняться, но введены ограничения на покупку, то есть ты не можешь купить, например, в одни руки более одного или двух упаковок, например, куриной грудки или еще что-то. То есть существуют ограничения, но почти что уже все сейчас на полках есть. Я говорю, я не знаю про все магазины, но я говорю про именно магазин Whole Foods, куда мы ходим за продуктами, то есть там все уже почти налажено с продуктами. В некоторых магазинах ввели новшества по обслуживанию разных возрастов людей, то есть покупателей. Вот, например, магазин, куда мы ходим, это Whole Foods, так называемый, где продают органические продукты. Значит, они ввели такое правило, что магазин официально работает с 8 часов утра, но для людей, для пожилых людей, то есть over 60, выше 60 лет, магазин открыт с 7 часов, то есть в течение первого часа с утра пожилые люди могут, значит, войти в продуктовый магазин, закупиться без риска для их здоровья. Вот это вот очень хорошее нововведение. Насчет, значит, перелетов, то есть насчет билетов, то есть тот, кто собирался лететь в другие штаты там или в другие города и уже, как всегда, заблаговременно приобрел билеты, они могут их сейчас сделать cancel, несмотря на то, что все равно аэропорты работают, значит, самолеты летают, и ты можешь, как говорится, полететь, но послабление в том, что поскольку, даже вот если ты летишь из открытых штатов, не в Нью-Йорк или Вашингтон или в Калифорнию, а ты летишь из одного штата в другой, то есть открыто перемещение, никаких запретов, restrictions нету, то есть все равно ты по своему усмотрению, если ты сомневаешься, если ты не хочешь подвергать себя риску, то ты можешь позвонить или это сделать на онлайн, отказаться от билетов, то есть cancel it, но деньги тебе не будут возвращены, а просто тебе эти деньги поставят на кредит, то есть деньги сохранены, и ты можешь потом, когда пожелаешь, до января 2021 года в любое время использовать этот кредит для покупки другого авиабилета, вот такой нож, что я должна была лететь в Омаху к дочке и к внукам 4, то есть 4-2, то есть 2 апреля, и я отменила свой рейс, то есть не рейс, а свой, я сделала cancel своего билета, и мне деньги положили на кредит, на мой аккаунт как кредит, то есть я могу эти деньги использовать в любое время после, значит, когда эпидемия закончится. Уже второй день маркет сменился с красного на зеленый цвет, это говорит о том, что ценные бумаги опять поднимаются, идут вверх, то есть экономика начинает постепенно-постепенно налаживаться, так что, друзья мои, все будет хорошо, будем на это надеяться, слышно, что в Италии, в Венеции каналы стали более чистыми, даже туда уже заплывать стали дельфины, то есть гондола не курсирует, тишина, дельфины осмелели, в других местах, где люди живут недалеко от лесов, животные различные, птицы начинают появляться ближе к городам, к населенным пунктам, это говорит о том, что флора и фауна, она возвращается на те места, которые человек когда-то у нее отвоевал, потому что сейчас затишье, anyway, все прекрасно, жизнь продолжается, и я прощаюсь с вами, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok